Привет, ребят! Сегодня, короче, как было сегодня утро, и я хочу показать вам мою новую морскую свинку. Просто у меня черек умер. И, короче, у нас сегодня будет утренняя прогулка. Это мой перс. Это моя морская свинка. Это его, конечно, не первая прогулка, но... Он меня еще боится, потому что мы его только вчера забрали. Куда он пришел? В угол. Ну и что ты там делаешь? И раньше я не понимаю таких морских свинок. Он у меня еще маленький, ему шесть месяцев. Ну, можно считать, что он новичок в нашем доме. Как бы так. Персик. Персик. Вот там, вот там. Ходи. Иди, иди, иди. Где тут маленький персик? А вот он. А вот он. Трусишка. Труже говоря, мама вытащила моего персика. Вот. Вот он. Ну, что ты, маленький, Трусишка? Давай я тебе его на ручку посажу. Ну, давай я... Просто ноги очень будут болеть. Потому что у него накатки. Не знаю, как у горшина. Ну, накатки он. Он тоже, говорит, накатки. Ой, блин. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что ты, ей-богу, ел? У него вот этот вот ноготок сильно в коже пронзается. А? Ну, хочешь, я его рядышком с тобой посажу. Вот так. Хотя бы вот так. Ребята, вы не представляете, как это больно. Когда у тебя морская свита, если вы ей ногти не стройете, то, к сожалению, это будет очень больно. Он не в коже... Вот я в коже подсекся. У него ноготочки, чтобы цепляться, чтобы не упасть. Вот так. Ну... Хе-хе-хе-хе. Куда ты лезешь? Просто смотрите, какой милый. Позёл. Настоящий повёр. Позор. Позор. Не позор, а позор. Знаешь, кто такой позор? Ну, это кто позирует. Да, он такой позор. Только позор. Не да! Не да! Ой, он от меня... Он от меня выскочил. Просто я поняла, что он мне сам на колени запрыгнет. Не знаю, ну ты не подпугаешь. Ну, давай покажи. Давай покажи тебя. Ой. Я не могу. Ну, что ж ты морскую свинку, то разве нужно валяться? Он же забыл. Он просто туговый, маффитой. Ну, Вер, ну он же двигается, он же живой. Естественно, ты хочешь, чтобы такая игрушечка у тебя? Это у меня, если что, ремонтачук работает. Электроды там у меня есть. Ну, морская свинка, это самое главное. Мой милый трусик. Да почему ты трусишка такой, боже? Не вижу, что я с ним похожа. Вот такой красивый. Смотрите, у него тут попка чёрная с рыжим. Тут вот беленькая. Ой. Ты что делаешь? Нюхает тебя. Луточка у него белая, тут-то по краям чёрный. Он радужный. А ушки-то какие забавные. Ты чё, суслик? Он как будто что-то грызёт. Я просто второй раз вожу боскую свитку и не так много отъездаю. И что вот это я не знаю, но скорее всего он боится просто. У него ещё такие глаза выпухлые, как будто он меня сильно боится. Особенно вот так. Пожалуйста, не лезь-ка мне в перс. О, нет. Он хочет тогда повречься, познакомиться. Давай тогда. Знакомимся, я Ева, а ты... Ты никто, понятно? Ты же не персик, ты тебя мать дальше. Я персик. Я персик. Не знаю, ну как можно вообще таких милашек продавать? Вот там оказалась такая женщина с дочкой, которая вообще... Мам, давай прогуляться чуть-чуть. Вот так вот меня одного уставили на краску. Что же мне делать? Он и так дрожал. Короче, там женщина с дочкой и с папой продавали одну морскую свитку, потому что они завели двух морских свинок, и они хотели кролика. То есть их дочь хотела кролика. И вообще, как такую милашку можно выбросить? Ну, его не выбросили. Мы продавали, да, Зимочка. Восемь, ребят, я нечаянно отключила камеру, потому что у меня телефон просто на заставку вылетел. И, короче, я хотела сказать, 800 рублей. Это так дешево вообще. Не знаю, но всё-таки за тысячу ещё хоть как. Ну, какая разница ела, сколько он стоит. Я бы такую милашку ни за что не продала. Я бы её себе оставила и точкой. Разве тут дело в цене? Ну, не захотели мы больше с ним нянчиться ворку. А нам нужен. Да, верни, тебе. Твой зверёк. Ну, да, я его вообще для себя. У нас только папа, на самом деле, не любит животных. Но я его за это не осуждаю. У нас в семье любят животных. Мама и я. Я лучше люблю животных. Ну, так ты не ухаживаешь. Да, я ухаживаю. Я за этой московской свинкой и кормила её, и гладила, и выпускала. Вот то, что я не могу пойти в какой-нибудь зоомагазин, это ещё то. Потому что он далеко находится. А вот в Вене я могу пойти, потому что он рядом с другом. А если бы был в доме, ещё шикарнее было. Потому что я бы никуда не ходила. Смотрите, как он ел. Да, он очень милый. И у него, кстати, я тут на верхушке. Короче, у него нигде опухоль нету. Просто у моего человека была опухоль. Она разрослась, и он не мог кушать. Ну, мы его усыпили сами дальше, знаете, если знаете, что происходит, когда усыпляют. Ну, теперь у меня есть новая, как бы, пускай, свитка. Но всё-таки человека жалко. Да, и тогда Мода мучился. Так и хочется, так и хочется эту пупку погладить. Милую. Я буду тебя гладить. Ладно, ребят, если вы понравился ролик, ставьте лайки. Лайкоськи. И вот тут вот есть красная кнопочка подписаться. Подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok